Друзья, всем привет, Жука Виталий на связи, сегодня как обычно кратко и по делу в прошлом выпуске говорил то, что у нас есть с вами по биткоину предпосылки пойти ниже, то что после уровня 3600 долларов реально стоит продавать актив. И вчера реально было такое небольшое испытание, потому что я реально на целый день засел на бирже, смотрел будем ли мы пробивать уровень 3600, он сволочь. 3609, 3615 и вот он ниже уровня 3600 никак не хотел, причем появлялись объемы, все время его откупали уровня 3600 и на самом деле это довольно неплохой момент. В итоге от зоны 3600 мы с вами отскочили, единственное здесь хотел бы обратить ваше внимание, несмотря на то, что мы с вами идем по намеченному сценарию, предыдущий хай тени свечи в 3800 мы еще на биткоине не пробили. И о продолжении роста можно с вами говорить только после закрепления над этим уровнем. То есть, соответственно, мы с вами должны прошить этот уровень, оттолкнуться от него сверху вниз, соответственно, дальше будем наблюдать продолжение восходящего движения. Сейчас это довольно важный момент, потому что в рамках глобальной фазы накопления, это плюс-минус середина, и там находится довольно большое количество сопротивления, и сопротивление надо прошить. Те, кто новенький на канале или, соответственно, не смотрели мои предыдущие выпуски, поделюсь своим видением ситуации. Глобально по биткоину я сейчас рассматриваю ту ситуацию, что мы находимся в рамках глобальной фазы накопления, поддержка которого выступает уровень 3300 долларов, соответственно, сопротивление выступает 4400 долларов. И я считаю, что в рамках этой фазы у нас идет набор позиций. Возвращаясь на 4 часа, хотел бы отметить, что действительно сейчас довольно такой переломный момент. Мы должны с вами понять, будем мы от уровня 3800 идти обратно на коррекцию, либо, соответственно, будем пробивать этот уровень. Прошу прощения, но тут можно смотреть исключительно в моменте. Как этот пробой должен выглядеть, я вам показал, соответственно, следующая у нас остановка, это уровень 3900-4100. Вот там уже с наибольшей вероятностью мы уходим на глобальную коррекцию, но опять же в рамках фазы накопления. Я пока считаю так, ничего здесь не меняется. Что касается эфириума, по большей части мы с вами бычий сценарий уже отыграли. И сейчас также встретили довольно серьезные сопротивления. Напомню то, что уровень закупа, который я вам рекомендовал по эфириуму, составлял 105 долларов плюс-минус. Лично я еще набирал позиции, вчера довольно неплохо поторговал. Те, кто следили за графиком эфириума, видели то, что вчера у нас был большой влив объемов, и цена с уровня 125 долларов у нас пошла к 132 долларам. Там я решил поторговать, зафиксировать большую часть того, что я закупал на более низких уровнях. И сразу же на уровне 125 долларов я перезашел тем самым, ну сколько еще, 7 долларов плюс-минус себе с каждого эфириума добавил. Помимо того, что мы еще закупались ниже там по 20 с лишним долларов с каждого эфира. Потом у нас пошел довольно ожидаемый рост, и здесь я, конечно, немножечко ошибся. Я решил частью от того, что, соответственно, перезакупил, выйти на уровень 132 долларов. Объясню почему. Потому что в данной ситуации я видел то, что вероятнее всего будет опять ретест зоны 132, и опять будет откат куда-нибудь в уровень 126-127. Соответственно, поставил озера от 125 до 127 долларов на покупку. Но в данной ситуации победил покупатель, и я лично пока что ничего не предпринимаю, потому что, во-первых, могу себе позволить, и во-вторых, мы находимся вплотную к сопротивлениям, от которых у нас должен быть откат. На данный момент локальных сопротивлений у нас серьезных 3. Это уровень, на котором мы находимся сейчас, уровень 145 долларов, и уровень 155 долларов плюс-минус. С этих уровней, в любом случае, мы должны с вами будем ловить коррекционное движение. Но это локальный уровень. Если смотреть глобальный уровень, то выше 152 долларов без коррекции мы с вами пойти, ну, просто не можем. Также здесь я хотел бы обратить ваше внимание на уровень роста эфириума относительно уровня роста биткоин. Полтора процента против десяти. И это логично, то что эфириум будет продавать к биткоину для того, чтобы увеличивать количество монет биткоина. Плюс напоминаю то, что был вход от уровня 105 долларов, поэтому посидеть в фиате я могу себе позволить. Мой ордера вы можете отслеживать в нашей группе ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании. Если, соответственно, эфир будет показывать какие-то более верняковые точки входа, разумеется, я буду по нему входить, даже если это будет по более высшей цене. Также я решил зафиксировать часть биткоин-голда, потому что по нему произошел пампас на 14%. Причем там бьется в уровне сопротивления, плюс неплохие объемы на продажу. Поэтому увеличить количество монет, я думаю, здесь будет, ну, довольно несложно. По новостному фону в основном какая-то чушь, единственное, что действительно серьезное, это то, что прекращает в работу, правда, временный сервис ShiftCard. Кто не в курсе, это компания, которая выпускает дебетовые карты Visa MasterCard, но плюс есть еще возможность оплаты криптовалютой. То есть карточка еще дополнительно подключается к криптовалютному кошельку, ну и, соответственно, делается пересчет, и вы как бы оплачиваете криптовалютой, но продавец получает доллар. Если честно, я считаю, что это довольно важная штука для масштабируемости биткоина, и то, что вот сейчас идет приостановка, это не есть хорошо. Правда, они сказали, что данный проект будет стартовать по новой, и я думаю, разобравшись со всеми проблемами, учтя все ошибки, мы увидим новый годный продукт. Своим соображением по ситуации на рынке я с вами поделился, если был полезен, поддержите видео лайком, ну и обязательно подписывайтесь на канал, если до сих пор по какой-то причине не подписаны, работаем. Субтитры сделал DimaTorzok